Всем привет! Меня зовут Юля и ты попал на мой канал. Если ты еще не подписался, давай скорее нажимай на эту красную кнопочку под видео, а также не забывай поставить пальчик вверх. И еще зацени мой новый задний фон. Я над ним очень долго старалась и надеюсь, ты его оценишь. А сегодня я снимаю долгожданный Back to School. Вы его просили просто во всех моих социальных сетях. Кстати, ссылочки на них будут в описании. Подписывайтесь. В этом видео я вам покажу канцелярию, которой я буду пользоваться в этом году. Не буду долго сянуть. Поехали! Первое, с чего мы начнем, это самое банальное. Это, конечно же, рюкзак. И в этом году это канкин вот такого вот пыльно-розового цвета с радужными лямками. И на удивление он очень вместительный, поэтому если будете покупать подобный, то учите этот факт. И да, тут тоже есть вот такая вот поролоновая штука. Как и абсолютно во всех канкинах, это для того, чтобы на ней сидеть. Серьезно, я вам не вру. Это реально создано для того, чтобы на ней сидеть. Просто. И следующее, конечно же, немаловажное, это тетради. Они у меня лежат вот в таком вот огромном органайзере. И я накупила их в этом году очень много, и сейчас вам буду их показывать. Вы просто взгляните на эту коллекцию тетрадей. Вот, девочки, что может быть лучше? Я не знаю, для чего мне нужна следующая коллекция тетрадей, потому что они очень толстые. Потому что, когда я увидела мрамор, секунд через пять я была уже на кассе. Какие-то тетради с фламинго, с ананасами даже есть. Вот такие вот очень красивые. Вот просто, вот просто взгляните на это чудо. Мне кажется, самые лучшие тетради. Еще парочку красивых тетрадей. Какие-то такие. И да, я вас предупреждала, что их будет очень много. Учебники нам пока что не выдали, но я уже приобрела вот такие вот закладки. Они очень классные, вот с таким вот кактусом. И не важно, в принципе, что я вообще не пользуюсь закладками. Следующее, что я купила, это вот такие вот тудулисты и планер. Честно говоря, этими я уже пользовалась, и они очень классные. А в этом планере я, к примеру, могу писать свое расписание каких-то уроков, к примеру. Потому что здесь идут дни недели. И я просто уверена, что они точно пригодятся мне в новом учебном году. Пенал тоже немаловажная вещь. И этот пенал у меня остался с прошлого года. Просто я нигде не могу найти красивые пеналы. И да, именно в этом году я буду пользоваться им. И он очень красиво переливается. Следующее, что я купила, это вот такая вот красивая папка. Мне она очень понравилась. Она в таком минималистическом стиле. Она стоила всего 9 рублей, поэтому почему бы не купить, в принципе. Еще у меня есть какие-то красивые ручки с кактусами, арбузиками, ананасами. Две очень красивые пастельные ручки. Одна такая мятная, а другая просто с очень красивым принтом. В этом году я купила только один карандаш. Он вот такой вот пастельный с золотыми вкраплениями. Кстати, кому интересно, почти вся моя канцелярия от фирмы Берлинга. Ну так, а мы идем дальше. В том году у меня были вот таких вот два прикольненьких, миленьких клея. А в этом году я купила вот такой вот пастельный розовый. Также на уроке я люблю выделять какие-то конспекты, термины. Вот такими вот текстовыделителями. И в этом году они у меня вот таких вот пастельных цветов. Потому что мне почему-то перестали нравиться вот те вот текстовыделители, которые прям в рви глаз. А еще у меня есть вот такие вот текстовыделители в виде мороженок. Они тоже пастельные. Точилки. В том году у меня была вот такая вот прикольная морковка, но она не совсем удобная, потому что через вот эти вот отверстия выпадала стружка. А в этом году у меня вот такая вот розовая мята. Кстати, кто еще не знал, я перехожу в 8 класс, и да, я не знаю, для чего мне нужны столько ластиков. Я покрасила эту корзинку, теперь в ней хранятся ластики. Вот такие вот разные прикольные, а в этом году я купила вот такой вот лавандовый. И я вообще не знаю, для чего мне нужны ластики в виде пироженок и ананасов. Ребят, вот просто. В школе я смогу обойтись без всяких текстовыделителей, точилок, каких-то линеек, но точно не смогу обойтись без корректора. И у меня в мини-версии в розовом цвете. Кстати, я купила еще вот такие вот прикольные наклейки для ежедневника. Кстати, кто-то пользуется еще и ежедневниками, лично я их забрасываю через дня два. И мы постепенно уже подошли к концу, потому что остались лишь линейки. У меня есть вот такая вот прозрачная, самая обычная, и вот такая вот линейка в виде собачки. Ну и там все. Это была вся канцелярия, которой я буду пользоваться в этом году. Не забывай про подписку, а также про пальчик вверх и также про социальные сети. Увидимся с вами уже очень-очень скоро и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok